Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Отвечая на вызовы времени, председатель управления ОНТ встретился с коллективом красного пищевика. Просто надо разговаривать с людьми. И, знаете, иногда выполнять роль громаотвора. Что волнует белорусов? Доза соли или убойная химия? В Могилеве задержан наркокурьер-международник. Сколько светит продавцу несчастья? Достаем купальники и крем для загара. Городские пляжи готовятся к открытию сезона. Вид вот здесь вот вообще. Мы утром приходим даже вот просто подышать. Где разрешено плавать этим летом? А также здоровая нация. Прямой авиарейс. И уличная еда. В Беларуси планируют развивать систему стритфуда. Как? Есть над чем работать. Президент провел совещание по актуальным вопросам здравоохранения. О таких планах Александр Лукашенко сообщил еще во время посланий белорусскому народу и национальному собранию. Тогда глава государства пообещал встряхнуть отрасль. Отдельное внимание на состояние дел в больницах и поликлиниках на местах. Стало поступать много сигналов о ненадлежащем качестве медпомощи и отсутствии элементарного порядка. Эти факты изучены независимой рабочей группой, созданной по поручению президента. Сегодня речь пойдет о том, как мы относимся к нашему народу. Как мы относимся к нашим простым людям, без которых нас бы в этом зале не было. А если конкретно, как мы лечим там людей на селе, в малых городах, поселках, агрогородках. Как мы к ним относимся, не в РНПЦ. Это тоже важно. Они идут в авангарде. Они должны показывать пример и учить, учить, учить тех, кто непосредственно на баррикадах. Поэтому меня интересует, как там мы работаем, как функционирует система здравоохранения и почему люди обижаются. Поэтому два слова, если кто-то думает хвастаться о материнской и детской смертности, о трансплантологии в РУМО и так далее. Все остальное от жизни. Эта главная задача была поставлена перед той группой специалистов, которые прошерстили всю Беларусь. Есть претензии к качеству подготовки специалистов и укомплектованности медицинскими кадрами по стране. Александр Лукашенко также потребовал ужесточить контроль за деятельностью фарм-предприятий и усилить работу в сфере расширения ассортимента отечественных препаратов. Белая смерть. В Могилеве задержан наркокурьер «Международник». У 46-летнего россиянина обнаружено около 2,5 килограммов мефедрона. Известно, что на протяжении двух месяцев мужчина работал курьером наркомаркета и перевозил в Беларусь крупные партии особо опасного психотропного вещества. Проводятся противно-розыскные мероприятия по выявлению иных фактов противоправной деятельности фигуранта, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Утверденный список «Современный транспорт» и «Исторический момент». Минский Мурманск связал прямой авиарейс. Почем билет? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Минюст определил список делегатов на Всебелорусское народное собрание. Это четыре объединения – Белая Русь, БРСМ, Союз женщин и ветеранская организация, а также Федерация профсоюзов. В новом статусе ВНС пока не созывалось. Как ожидается, это произойдет в 2024-м, после выборов в парламент и местные советы. Заседания будут проводить не реже одного раза в год. МАС произвел рекордное количество пассажирской техники в первом квартале. Итоговый показатель – 382 единицы. Таким образом, побит рекорд 2008-го. Тогда было 354. Задача до конца 2023-го – собрать 1800 автобусов, троллейбусов и электробусов, включая машинокомплекты. Вся продукция изготавливается под заказ. В Беларуси планируют развивать систему стритфуда. Речь о местах массового скопления людей. Плюс это поможет привлечь туристов. Представить приезжим нашу культуру, традиции и кухню – важная государственная задача. Товарооборот в этой сфере за 4 месяца вырос более чем на 10%, до полутора миллиардов рублей. Больше стало и самих точек общепита. В стране определили даты выпускных экзаменов для 9-х классов. Школьникам предстоит сдать 4 предмета – русский и белорусский языки в форме изложения. В прошлом году это был диктант. Математику в виде контрольной работы и устно историю Беларуси. Проверка знаний пройдет с 1 по 9 июня. На 10-е запланированы праздничные вечера с торжественным вручением аттестатов. Минский Мурманск связал прямой авиарейс. Перелеты будут проводиться по вторникам. Время в пути – 3 часа. Раньше пассажирам приходилось добираться с пересадками или ехать до пункта назначения на авто. Это занимало больше суток. Билет в одну сторону стоит от 425 рублей. Если лететь туда и обратно, предоставляется скидка. Рейс рассчитан на бизнес-поездки и туристов. Беларусов не сломить. Председатель управления 2-го национального телеканала встретился с коллективом «Красного пищевика». В свойственной для Марата Маркова манере, а души по-простому доступной и понятно каждому, спикер поднял актуальные вопросы. Говорили о российской спецоперации в Украине и ситуации вокруг нее. Затронули также вопросы информационных войн, уловок западных политтехнологий, необходимости сохранять историческую память. Не обошли стороной и тему патриотического воспитания молодежи. У нас невозможна революция внутри, но ведь наши оппоненты очень хотят, чтобы мы здесь развалились. Как говорил в свое время Бжезинский, развалить постсоветское пространство можно только изнутри. Завоевать его войной невозможно. Поэтому, вот для того, чтобы не возникали ситуации, вот эти вот комки, как я говорю, гадостей, из которых выливается потом все на улицу, и надо разговаривать. Просто надо разговаривать с людьми и, знаете, иногда выполнять роль громаотвода. Нашу страну еще не раз будут испытывать напроченность. Чтобы выстоять и сохранить мир в обществе, недопустим раскол. Потому единство белорусского народа – главный фактор для созидания и стабильности. Время планировать отпуск. В Бобруйске назвали места для купания. В списке, как и в прошлые годы, четыре пляжа. Здесь специалисты провели колоссальную работу. Очистили акватории, обновили душевые и волейбольные площадки. Акцент не только на комфорт, но и на безопасность. О последних штрихах Татьяна Горбач. Солнце припекает за окном. Стабильный плюс, а значит, не за горами купальный сезон. На пляже сок шинник, все готово к комфортному отдыху. Водолазы обследовали дно акватории. Здесь же дежурят спасатели. Установлены душевые и туалеты, мусорные контейнеры и питьевые фонтанчики. Можно взять на прокат шезлонг. За час просят рубль. Посетители и отдыхающие даже купались и загорают. Вот смотрю, много приходит из города здесь. Сама природа чудесная. Вид вот здесь вот вообще. Мы утром приходим даже вот просто подышать. Сесть и подышать. Пляж у санатория имени Ленина тоже готов принять отдыхающих по высшему разряду. В этом году благодаря заводу тракторных деталей и агрегатов здесь провели масштабный апгрейд. В душевых коврики и современная сантехника. Ополоснуться после купания можно под стационарным дождиком. В каждой кабинке скамейка. Переодеваться стоя не придется. Питьевые фонтанчики управляются ножной педалью. Радуют глаз и новые трибуны. На основной 200 посадочных мест. На дополнительной 100. Современная площадка для пляжного волейбола – одна из лучших в стране. Сюда завезли полторы тысячи тонн песка. Для судей оборудовали ложу с навесом. Любители активного отдыха, несомненно, оценят качество и комфорт. Также на зонах рекреации, как правило, организована торговля, включая продукты питания и прохладительные напитки, которые также не выпадают из-под нашего контроля, где мы проверяем качество и безопасность продуктов питания, а также документы, сроки годности и условия хранения. Для плавания горожанам доступны центральный и пляж в Приберезенском микрорайоне. Можно будет позагорать и на Форштадте. Но погружаться в воду там категорически запрещено. Максимальный штраф за нарушение – 111 рублей. Однако это ничто по сравнению с ценой человеческой жизни. С начала года в стране утонули 115 человек. Те места, которые не предназначены для купания, они, во-первых, не оборудованы, во-вторых, опасны в плане того, что под водой находится множество предметов, которые могут повлиять на здоровье, а то и жизнь купающихся. Поэтому милости просим на наши пляжи, где ровный, спокойный вход в воду, нету никаких ям, никаких выходов в грунтовых вод, которые могут способствовать переохлаждению. За чистотой и порядком на пляжах специалисты будут следить все лето. В наших же силах сделать летний отдых безопасным. Ни в коем случае не плавать в состоянии алкогольного опьянения. И, конечно, присматривать за маленькими детьми. На этой неделе столбик термометра поднимется до плюс 26. Так что самое время примерить новый купальник и купить крем для загара. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Первые деньги в Беларуси в этом году планируют трудоустроить не менее 40 тысяч парней и девушек. На это выделено более 10 миллионов рублей. К слову, в стране пересмотрен перечень легких видов работ. К списку добавились ручная мойка автомобилей, ремонт и переплет книг, помощь с сервировки стола и уборка посуды в объектах общепита. Для молодежи это хорошая возможность не только приобрести новые профессиональные навыки, но и подзаработать. Впервые мы подписали и вышли на новый уровень сотрудничества с Белорусской железной дорогой. И этим летом сотни ребят будут работать и проводниками пассажирского вагона, монтерами путей, слесарями подвижного состава. Также, конечно, мы активно работаем и по линии международного трудоустройства. Уже заключены договоры с Всероссийским детским здравительным центром «Орленок», «Морская волна», это Краснодарский край, Туапсе. В прошлом году Бавруйским комитетом БРСМ было организовано 53 студенческих отряда. Всего временно трудоустроили 637 человек, 348 несовершеннолетние. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok